Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим очередной хрюкбанг, дружный семейный вечерок. Как я и говорила, что стопудово будет мукбанг-хрюкбанг, и так и случилось. Значит, за столом сидит Уралочка и сарафан, тазик салата на столе, дальше плев. Плев с мясом резиновым, которое даже ножом острым не режется. У Уралочки ножка, но потом она поняла, что, видимо, зацветила крылышко, и решила показать крылышко. Зато сказала, что полкрылышка. Ну и дальше чашка бульона. Говорит, сейчас намахну бульон, но это ж не три литра. Короче, начало видоса отмазки, что она там много мяса съела. А что, вы шашлык не едите? А что, сарафан тут же говорит, я два типа шампура могу типа намахнуть. А Уралка, я один и два съедаю. Уралочка, ты уже молчала бы. Да, только пухнешь ты у нас прям с голоду. Ничего не ешь, а только растешь вширь. И дальше она, слушайте, рассказывает. Вот такую ерундистику несет. Знаете, ну это как раз-таки для этих бабок полторазубых нормально. Им прокатит. Она рассказывает, значит, что камера у них увеличивает. И фильтров в камере. Говорит, нет. Уралка, кому ты рассказываешь, что в камере фильтров нет? В телефоне даже есть фильтры. А в профессиональной камере есть фильтры. И причем есть еще, да, видеоредактор, в котором обрабатывается видео. Клеится там, световая гамма меняется. Плюс, да, можно уменьшить человека. Поэтому кому ты будешь рассказывать? Или ты думаешь, что все, как твои полторазубые бабки, все кругом бестолковые, да? Нашла дураков? Хорошо, мы знаем и видим. Ну, а дальше, да, она сказала, ну че я тут буду оправдываться? Ну че я буду оправдываться? И правда, Сафарчик подтвердил, что, говорит, мы тут не пьем, да? Не ругаемся матом. Мы только жрем. Мы только кишку набиваем. Надо было добавить. Правда, Сафарчик? Угу. Уралочка еще добавила, что до ночи, еще далеко, до вечера, все это еще переварится и уйдет. То есть спустится в унитаз. У нее, видимо, такой процесс. Только пожрала, тут же в унитаз спустила. Как утка, знаете, сразу жрет и тут же спускает. Наверное, туалет с собой взяли, да? Био-туалет. И Уралку сразу присаживают на него. Сарафан, как всегда, набросился на еду, как будто его 500 лет не кормили, да? И это резиновое мясо только так залетало. Уралочка привязалась с этим бульоном. На, попробуй, на, попробуй. Всю эту ложку сунула ему. Ну и в итоге всунула она таки ложку ему в рот обсосанную и облизанную. И, короче, в этот момент упала то ли ложка, то ли нож. И вы видели, что делал Сафар? Он поплевал сам себе за пазуху. Фу, а что это? Что это такое было, ребят? Что это было? Зачем он туда плевал? Расскажите мне. Это что, какие-то забабоны у таджиков такие? Что, если испугался, надо за пазуху поплевать? Ну и, короче, Уралке тоже как Сафарчику ложкой надоело работать. Она взяла чашку и решила прям оттуда нырнуть туда в чашку и все выхлебать. И Уралочка хлебает этот бульон и нахваливает, что и желтенький, и вкусненький, и прям такая вкуснотища. Ну, конечно, Уралочка, что может быть тебе невкусным? Сафар ей мясо предлагает, а она не хочет. У нее же там ножка и крылышко. Сейчас начнет потрошить, обсасывать эти кости. Она ж это дело любит. Ну и дальше, значит, одна и та же песня. И вы кушаете, говорит Уралочка, чтобы были сыты, задорны и веселые. Да, потому что от жрачки Уралочки только счастье. У нее же вся жизнь расписана вокруг еды. И больше ни о чем она не может думать. Наша барыня вся погрязла в еде. Крылышки грызет и приговаривает. Крылышки я люблю. Уралочка, ты все любишь. Бульон недавно любила. Залюбила и весь выхлебала. Сейчас крылышки ты любишь. Сейчас, пока косточки все не обсосешь, тоже будешь любить-любить. Аж залюбишь желудком своим. В комментариях пишет некая Татьяна Колбасникова. Я только фамилию прочитала, у меня смех взял. Ну и комментарий сам слушайте. Оля, кушай на здоровье. В этой жизни осталась одна радость. Прикиньте, в жизни одна радость. Это покушать, оказывается. Ну а какая еще у нее может быть радость? Детей она воспитывать и не может, и рожать. Путешествовать тоже не может. Насладиться всем, чем мы можем насладиться. Что она еще может? Она может что? Косметику себе купить и наслаждаться. Нет, потому что ее это не интересует. У нее зависимость. Ужас, ребят. Но да, я и говорила, там такие бабульки пишут, как и Уралка. Видите, Колбасникова и Еда. Это просто замечательно. Дальше. Дальше хороший комментарий. Таджик тихой сапой делает свое дело. А ты, Оля, кушай, кушай, кушай. Ну а что, Оля? Оля сама кушает, понимаете? Олю не надо заставлять, поэтому таджику повезло. Единственное, ну потерпеть чутка унижение, потерпеть ее корону на башке, которая сидит плотно, что лопатой не сбить. А кушать ее не надо заставлять. Она сама с удовольствием зажрет полностью свое здоровье. Уже невозможно смотреть без слез на нее. Вы посмотрите на ее лицо. Там уже под глазами все сморщено. Мешки. Уже шеи. Так, блин, у нее и не было никогда шеи. Че я к этой шее, блин, прицепилась? Ну, посмотрите, как она, ребят, ходит. Ей уже по кухне тяжело ходить. У нее что-то что, у нее ноженьки болят. Правда, в магазин не болят ноженьки, особенно если за продуктами. Дальше слушайте комментарий. Кушай, кушай, никого не слушай. Все идет своим чередом. От судьбы не уйти, как ни крути. Лишь бы комфорт был в душе. Вот, вот. А мы с вами удивляемся. Кто там уралки хвалебные оды пишет? Такие же прожорливые, которые не могут передвигаться. Они уже тоже понимают, что все, это судьба. И остается только жрать и радоваться. Ну и дальше сидела уралка, обсуждала. Обсуждала про то, как бы она сварила холодец. Как бы она там педикюры, маникюры делала. Как бы она там голову варила. А Сафар делал вид, что его прям тошнит. Слушайте, давно ли в Таджикистане жил? Там все подряд подиел. А теперь посмотрите, какой король-то стал. Сидя на шее инвалида второго группы, которая гробит свое здоровье мукбангами-хрюкбангами. Кошмар сидит, значит, и на уралку наезжает, что типа хватит, типа хватит эти косточки обсасывать. И рассказывал, как его брат мозги из маслов высасывает. Так что, говорит, чуть ли кости не сгибаются. Грызла-грызла уралка эти косточки, пока Сарафан не забрал у нее тарелку. Но нет, уралка тут наехала. Куда тарелку забрал? Я еще салат хотела поесть. Прикиньте, сколько там? Ну пол-литра бульона намахнуло. Дальше ножку, крылышко, и ей все мало. Еще сейчас шлифанет салатом. Но, как мне кажется, салатом все дело не закончится. Дальше Сарафан еще и мужика какого-то обосрал, с которым разговаривал по телефону, видимо, по видеосвязи. И говорит, зубы у него, говорит, через раз. Я ему говорю подальше, говорит, телефон убери, а то мне страшно. Сарафан, ты давно ли на себя в зеркало смотрел? А красавец ты наш, крысавец неопысанный. Ужас! Уралочка, короче, сидит и рассказывает, что не ела же она долго, только утром. И говорит, сижу, а у меня в глазах все так, вот качается, а исчез, говорит, поела. Нормалек все. Уралочка, кто бы сомневался? Просто ты привыкла, чтобы у тебя требух был набит битком. Битком, как твоей-то толкушкой волшебной. А тут уже попустела в животе, вот тебя и подкачивать стала. Да. Слушайте, а на самом деле, вот она говорит, что у нее сахар падает, да, когда она там не ест, а потом нажрется, как с толкушкой, как я говорю. И потом ей хорошо. Ну, как это можно себя настолько ненавидеть, зная, что может упасть сахар, а потом к вечеру наворачивать прям тазами и ведрами. Фу! Ну, а дальше Сарафан рассказывал, как он ухаживал за Уралкиной матерью. Вот представьте, Уралка заявила, говорит, у меня были клиенты, то есть типа она не могла. Но сахар, да, открыл правду. Пятый этаж ходить она не могла, за матерью ухаживать. А к себе взять не судьба. Ну, конечно же, как же она возьмет к себе, когда у нее рядом, якобы, да, рядом, ну, может, он с ней и был в то время, молодой муж из Таджикистана, пришлось, да, молодому таджику, как он рассказывает, инсулин бегать колоть, ужин, обед. А помните, чем кормила Уралка свою мать? И мать была на инсулине. Прямо страх, ребят, у меня мурашки по коже. Родной дочери не нужна была мать. Она отправляла своего Альфонса и с работы его забрала, лишь бы он, а не она, ухаживал за мамкой. Это вообще для меня просто жуть. А еще, оказывается, у них сиделка была. При том, что дочь безработная дома сидела, но на пятый этаж забраться к матери не могла. Альфонс был, да, и сиделку к матери, да, наняли. Вместо того, чтобы, опять же, без разницы, сколько у них там места. Да они сами могли туда переехать. Куда Уралка ходила? Да никуда она не ходила. Для меня вот эта тема родительская, это просто я не знаю. Мне просто настолько больно все это слушать, потому что я потеряла родителей, и я до сих пор не могу успокоиться. И я просто понимаю, что ну так невозможно, невозможно относиться к своей родной матери, как относилась Уралка. И вы слышите, как Сарафан называет? Бабушка. Ну, правильно, он же как сынок для Уралки. Вот она и бабушка. Все верно. А Уралка ровесница его матери. Уралка сидела, оправдывалась, затронула она эту тему. И, знаете, никаких оправданий невозможно слушать. Никаких, даже и близко невозможно слушать никаких оправданий в том, что у нее клиенты, ответственность перед клиентами. В первую очередь, ответственность должна быть перед самой собой. Ну, у Уралки в душе гниль. Она никогда никого не любила. Она-то себя не любит. Она любит больше всего на свете жрачку. И, ребят, вот трудно мне было смотреть вот эту последнюю часть видоса. Дальше переключилась Уралка на обдугани. Да, что он якобы у репетитора. И постоянно что-то, а не вдвоем и вдвоем, а он репетитор, потом секция, и постоянно пацана почему-то нет дома. Но Сарафан перебил Уралку и она что-то там хотела дальше говорить про обдугани и хорошо сделал. Он что-то там сказал, что помидоры какие-то фуфловые. Ну, а Уралка говорит, да гранаты там вкусные туда-сюда. Сарафан спрашивает, а Кости говорит, куда пропадают от граната. А Уралка говорит, это ты Косте выплевываешь. У меня, они, говорит, все хорошо проходят. Кто бы сомневался, Уралочка, что тебе на один день рулона бумаги только хватает. Если ты все жрешь с хрящиками, с костями, у нее, наверное, и огрызков от яблок тоже не бывает. Дальше Сарафан глянул на часы и говорит, о, у нас видео вышло. И тут же схватился за телефон. Быстрее контролировать комментарии и быстрее блочить, блочить. Как же он не любит правду, которую пишут. Он же аж синеет прямо от злости. Ну и как только вышло видео, все, Сарафану уже спокойно не сиделось. И поэтому была дана команда заканчивать видео, потому что сейчас камера сдохнет. Ну и пришлось, да, пришлось Уралочки заканчивать. Ну, я думаю, что шлифанула она до конца там этот гранат уже после выключения камеры, потому что, что там, на один зубок с косточками проходит все очень хорошо. У кого-то пусть не проходит, а у Уралочки все пройдет и все тут же, как у утки, переварится. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.